Если говорить объективно, то я долгое время не воспринимал ПК как игровую систему от слова «совсем». Раньше, конечно, я играл активно на ПК, до года 2012-го, возможно. Затем всё моё внимание ушло в консольный мир. До ПК я также был знаком с Megadrive, PS1.2 и другими игровыми системами, но что случилось в тот момент? Почему я перестал воспринимать ПК? Если вы помните замечательное время, когда у консолей были эксклюзивы, вы поймёте, о чём идёт речь. С того момента изменилось много, и сейчас я считаю, что лучше, чем Ком в плане выгоды, как бы это ни звучало, ничего лучше нет. И постараюсь в этом видео объяснить, но обо всём по порядку. Я настоятельно рекомендую пользоваться только лицензионной Windows с антивирусами. Всякие бывают ситуации, и безопасность в наше время превыше всего. SoftStore – отличный надёжный сайт, который поможет вам без проблем приобрести нужный товар. Условно вас заинтересовала профессиональная 10-я винда. Стоимость на неё привлекательная, и различные акции здесь часто проходят. Добавляйте в корзину и оплачивайте без всяких трудностей. Не хотите 10-ю? Пожалуйста, 11-й также по выгодной цене. Антивирусы SetNote 32, интернет секьюрити. У самого такое, что касаемо цены, всегда выгодно, что касаемо оплаты, всегда легко. SoftStore – это гарантия твоей безопасности. Ссылка в описании. Начнём издалека. Игровые устройства, на то и игровые, они сделаны с одной целью – играть. ПК же – это мультимедиа, вы можете заниматься на компьютере чем вам угодно. Огромный спектр возможностей, и как для меня в то время было очевидно, что персональный компьютер конкретно для игры подходит не самым лучшим способом. Да, там графические возможности лучше, но чтобы добиться хорошей графики, нужны также хорошие вложения. И вы получали одинаковые игры, и если брать в расчёт эксклюзивы, то вы не могли сыграть новые на тот момент части God of War. А если мы говорим за Xbox 360, то и Gears, за исключением первой части вроде. Она выходила на ПК. Зато ПКшники получали собственные отличные эксклюзивы, и опять же, если человек состоятельный, то он мог обновлять комплектующие каждый год и всегда оставаться с приятной картинкой. Хотя обновление ПК именно каждый год делает единицы. Смысла в этом немного, но суть, я думаю, вы уловили. Так было долгое время. Когда какой-нибудь консольный эксклюзив в лице RDR2, GTA V и прочих значимых проектов выходили на комп спустя время, в интернете писали об этой тесте, якобы консольщики получили сырой продукт. И сейчас игра выйдет на мощное железо, где себя и раскроет. С одной стороны, это так, но зачастую игры выходили спустя года. А за это время, что GTA и вообще любые другие игры будут забыты, потому что в то время годноты выходило много. Интересное было время, множество споров и прочего. Затем наступила эра Xbox One. Старт его был таким себе, люди неохотно покупали новую консоль Microsoft и нужно было спасать положение. Если с 360-го ящика эксклюзивные игры выходили на комп крайне редко, то с выходом Вана компания решила объединить Xbox и ПК, сделав его единым. И по факту подарив все свои новые в будущем эксклюзивные проекты, это вызвало еще большее обсуждение в сети. Майка всячески критиковали долгое время, но зато ПКшники получали хорошие игры. И плюсов в сторону персонального компьютера было еще больше. Xbox считали почему-то ненужным, хотя это дешевый гейминг, ведь купить ПК по цене консолей было сложно до наших дней, разумеется. Я помню, как люди играли в Quantum Break и более новые экземайков. Игровому ПК-комьюнити нравились эти игры. Они были неплохими и впервые обладатели компьютера стали полноценно получать эксклюзивы с других платформ. Видимо, выход игр на ПК приносил Майкам хорошую прибыль, так как продажи Xbox One в то время оставляли желать лучшего, а комп есть у многих, и значит, что продажи условного Tomb Raider будут значительно выше, чем на Xbox One. Sony долго за этим наблюдала, и я уверен, что различные игровые «инсайды» в кавычках, сливы информации, скриншотов и прочего делают сами компании. Они дают инфу в форумы, смотрят за реакцией и делают выводы. В году 17-м или чуть позже стали активно обсуждать выход эксклюзивных проектов PlayStation на ПК. Многие в эту информацию просто не верили и думали, что Sony никогда не станет заниматься подобным. Ведь когда-то давно из-за экзов PS3 не ушла на дно. Она смогла удержать свою аудиторию и заманить новых пользователей как раз-таки экзами. И чтобы Sony стали делать то же самое, что и Майки? Да никогда. Первые слитые в кавычках проекты были эксклюзивами, но не от студии Sony. Это Detroit, Heavy Rain и Beyond. Quantic Dream выпустила эти эксклюзивы на ПК, и люди рассуждали в тот момент, что якобы у них закончился контракт с Sony и прочее. Многие думали, что на этом все закончится, но это было только начало. Они начинали практиковать такой способ дохода постепенно, чтобы не спугнуть своих геймеров. И даже сейчас не ясно, а выйдет ли тот или иной эксклюзив на комп. Но я уже уверен, что выйдет любая игра только чуть позже, как это было как раз-таки с GTA и другими консольными эксклюзивами. То есть спустя год-два нам предоставят полную игру с более четкой графикой. Sony постепенно выпускала проекты на ПК, и люди начали привыкать к этому. И еще когда произошел порт Дайсгана, в видосе я говорил о том, что следующей игрой станет Spider-Man. На тот момент я ошибся, и следом слили Horizon, Uncharted и God of War, и только сейчас пришло время Паука. Да, если вы не смотрели недавнюю презентацию Sony, State of Play, то сейчас для вас будет удивлением тот факт, что Паук 18-го года выходит для компа под маркой Remaster. Как бы это смешно ни звучало, но зачем добавлять приставку Remaster проекту, которому 4 года будет или уже есть? Сыграть Паука на компе вы сможете 12 августа этого года. Судя по комментам, игру ждут и наконец-то у вас появится такая возможность. Если говорить откровенно, то эксклюзивы Sony мне куда больше симпатизируют, чем Microsoft. Этого я никогда не скрывал. Но у Майков полно годных игр, ради которых можно было рассмотреть именно их консоль. Условно это Forza обожают и серию игр. Если вы играете только на консолях, то придется покупать Xbox. Но вот когда японская компания Sony стала заниматься портированием своих экзов, это заставило меня пересмотреть мое отношение к ПК-индустрии. Как бы это ни звучало, но с наступлением сливов игры с консолей на комп, ПК стал развиваться. Сейчас это самая лучшая игровая система, которая может быть. Как я говорил пару секунд назад, чтобы сыграть в Forza, нужно покупать Xbox. А если нравится God of War, то PlayStation. А зачем, когда это все есть на одной системе, которая не только игровая. Это огромный мультимедийный комбайн, и помимо игр у ПК возможности тьма. Сейчас, покупая комп, вы получаете все эксклюзивы майков. Частично экзо Sony, они со временем станут более активно портироваться. Старые игры, для которых вам не придется покупать Xbox 360, PS2 и графика на компе в этих играх будет куда лучше. Да, придется скачать пару плагинов, но это дело 10 минут. Эксклюзивы самого компании куда не ушли. Многие говорят, что сейчас эра онлайна, и с этим я согласен. А все потому, что хорошие сюжетные игры выходят крайне редко. И в перерывах между эксклюзивами консолей вы можете скачать, допустим, в CS GO и проводить время в нем. Это бессмертный шутер, который будет актуален вплоть до выхода новой части. Сколько я в свое время наиграл только не в GO, а в другой проект, часов не передать словами. Было моментами весело, иногда не очень, но сама суть, что контента, причем игрового здесь нереально много. Также легендарная трилогия Сталкера. На чем вы кроме как ПК сыграете в нее? Это старые, нетребовательные игры, но вы можете скачать мод на графику, и проект раскроется по новой. Старые локации начнут выглядеть свежее, и распространяется это не только на Сталкера 10-го года, а вообще на все проекты. Можно скачать мод на GTA 5 и получить графически шестую часть, которая еще не вышла. ПК творит чудеса. А старые игры, в которые вы играли на PS2, допустим, Принцы Персии, можно же поставить максимальные настройки. Да, опять же, придется искать плагины, но делается это все быстро. Я недавно проходил первую часть на компе, и проблем каких-то с запуском на 10-й винде не было. Это я еще молчу об эмуляторах. Если вам безразия ноцельгические чувства, то вы сможете сыграть в PS1, 2. Сейчас вроде бы более-менее адекватно работает эмулятор PS3, PSP и более старых консолей. То есть найти во что поиграть на компе можно без проблем. Это лучшая игровая система, вы можете подключить контроллер, делается это без всяких проблем, причем любой. Я говорю серьезно, можно подключить совершенно любой геймпад. Я был, мягко говоря, шокирован, когда подключил DualShock 3. Это, если кто не в курсе, геймпад от PS3, компу и прошел таким образом Detroit, лёжа без какого-либо дискомфорта. Если кто-то думал, что на State of Play показали ремейк 4-го резидента, и он выйдет только на PS5, то вы глубоко ошибаетесь, так как игра будет доступна для всех платформ, включая Xbox и ПК. Поэтому да, раньше ПКшники получали только мультиплатформу, которая выходила на всё подряд. А сейчас эту систему стали активно развивать и за компом будущее. Разве что экзо Nintendo пока не выходит. Но эмулятор Nintendo Switch на комп есть. Это я вам по секрету сказал. Но некоторые могут возродить, дескать, ПК это дорого. Никто не спорит с этим, а PS5 за 200 тысяч это дёшево? Думаю, что такая ситуация не только в моём городе, а вообще везде. Очень редко продают PlayStation 5 за 100 тысяч рублей, в основном это 150-200. Ниже 100 я наверное не видел со времён старта. Возможно, если кому-то сильно понадобятся деньги, то и за 80 скинут, но очень вряд ли. С Xbox в этом плане интереснее, так как есть S-версия, которая стоит относительно дёшево современным консолям и технологиям, и X-версия. С ней был забавный случай, я выкладывал свой ТГ-канал, так что обязательно подписывайтесь на него. Продавали игровую систему за 40 тысяч и врать её почему-то никто не хотел. То есть лично у меня Xbox можно найти даже за 40-60 тысяч максимум. Сотку я ещё ни разу не видел. А можно ли собрать комп за 150 тысяч? Конечно можно. Уверен, что у тебя есть какой-никакой комп. Возможно, в нём стоит хороший блок питания, либо материнская плата, неплохая видюха или проц. Можно же обновлять не всё железо, если у тебя компьютер не 2000 года. В таком случае придётся туго, конечно, но вариантов, как собрать отличный комп, который запустит и God of War, и новый Resident множество. Можно сэкономить на одном, вложившись в другое. Сейчас собрать ПК по цене консоли возможно даже при нынешних условиях. Раньше всё было иначе, а сейчас меняется многое. Если необходимо выгодное в плане игр устройство, то лучше ПК я ничего не вижу. Можно также приобрести ноут, правда стоит обращать внимание на комплектующие. Добавить ему УЗУ при необходимости, и также будет отличный вариант для гейминга, который к тому же и переносной. Честно сказать, никогда бы не поверил, что ПК стоит настолько мощной платформой и основной для игр. Всё, что когда-либо выходило, собрано здесь, это лучшее, что могло быть и что мы имеем в наши дни. Если опять же не хочется сидеть возле клавиатуры, то приобрести контроллер труда не составит. Игры выходят и не будут выходить. Обязательно спустя год выйдет второй Horizon, а сталкер-вот так и на старте. Безграничное количество годноты. Все потрясающие эксклюзивы онлайн-шутера, также лучше играть на ПК, и моё отношение к этой системе как игровой полностью изменилось. Вы можете написать в комментарии, почему ПК сейчас это не лучшая игровая система, и я обязательно почитаю ваши аргументы. А сейчас переходим к заключению этой темы. Персональный компьютер, шикарная игровая система. Да, если бы PS5 можно было достать по нормальной цене в 40 тысяч рублей, то итог был иным. Но когда приобрести их нормально в магазине возможности нет, а на торговых площадках их продают за 100 и выше 1000 рублей, итог сегодня такой. Что если вы собрались взять пятерку за 100к, то пересмотрите ваше решение. И возможно вам стоит приобрести комп, либо обновить железо в уже имеющемся компьютере, так как за ПК будущее. Да, консоль это удобно, но помимо игр компьютер можно использовать по-разному. Это лучшая мультимедиа, и выбирая между всеми игровыми системами, ПК на мой взгляд самая лучшая. Но если всё-таки отталкиваться от нормальных цен, то нужно делать отдельное видео, если оно вам необходимо, то пишите. А остальные не забудьте подписываться на телеграм-канал и ютуб. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok